Жанна Голенко проходит диспансеризацию каждый год. Уже несколько раз врачи Романовского района, откуда женщина родом, обращали внимание на подозрительное новообразование в районе шеи. Эта родинка выросла более 20 лет назад. И хотя она не сильно беспокоит и не увеличивается в размерах, Жанна решила провериться на рак кожи в онкодиспансере Надежда. Мы приехали вдвоем с сестрой. Она в 213 кабинете Евгения Александровна Елишенко. Она работает в Завьяловской школе. Она обратилась в поликлинику. Мы хотели вообще ехать к врачу. А нам в регистратуре предложили воспользоваться бесплатной акцией. И мы приехали. Акцию по проверке на рак кожи в онкодиспансере проводят ежегодно. По словам врачей, чаще всего этому заболеванию подвержены женщины после 60. Виной тому гормональные сбои и нахождение на солнце больше, чем обычно. Но не каждая родинка требует врачебного осмотра. Медики рекомендуют обращаться за помощью, если она начала кровоточить, расти или менять цвет. Первичное обследование врачи проводят с помощью современного оборудования – дерматоскопа. Все потенциально опасные пятна фиксируют. Поэтому их перемены можно увидеть на следующем обследовании. Попиломатоз кожи. Доброкатистый. Однако с хорошим заключением везет не всем. Из примерно 500 человек у 17 продиагностированных подтвердился рак кожи. После первичного осмотра ДНК-материал отправляют на исследование, по итогам которого для пациентов определяют персональную тактику лечения. Иногда подобного сценария можно избежать. Замечательные заморские курорты, на которых обжариваются до негритовидного загара, после которого слезает кожа, это самый провоцирующий фактор для развития меланомы. Как бы то ни было. Это первое. Второе. Соответственно, людям такого типа, ну это блондинистые люди, я бы советовал загорать, наверное, до 11 и после 4. Причем в нашей полосе. Однако, если после загара какая-то родинка начала беспокоить, врачи говорят, можно проследить за ней с помощью мобильного приложения самостоятельно. Фотография делается через какое-то время, допустим, через 3 месяца или через 6, или через год. И они сравниваются искусственным интеллектом между собой, по сути дела. И это очень мало важно. То есть, примерные размеры этих образований можно оценить, выросли образование или нет. И, ну, примерно цвет они оценят и количество этих образований. Пациентам такое обследование сэкономит время. А в регистратуре больницы не копятся очереди. Сейчас онкодиспансер Надежда разрабатывает свое мобильное приложение для жителей Алтайского края. Я понимаю, что это все пожилые люди. Но у них существуют вот такие юные родственники, как вы, которые запросто смогут снять беспокоящую бабушку, дедушку, пожилого человека, так сказать, процесс на коже на свой мобильный телефон, написать мне. А либо робот, либо специальные обученные люди в лице клинициста посмотрят это все и скажут, это опасно бежать к нам, либо не опасно, живите дальше. Воспользоваться приложением, скорее всего, жители нашего региона смогут к концу года. Также до этого времени онкологи планируют организовать еще несколько профилактических акций. Информацию о дате и месте их проведения опубликуют на сайте краевого онкодиспансера и в его социальных сетях. Данил Кузнецов. День с толком.